Маленький дисклеймер, друзья. Я думаю, что для большинства пользователей, которые так или иначе хотят сделать свой выбор или не сделать свой выбор в пользу iPad, это видео будет бесполезно, потому что оно будет в основном носить эмоциональный характер по следам того факта, что спустя год работы на iPad я на неделю лишился своего гаджета. И да, я страдал без него, блин. Я только что уничтожил свой iPad. В том смысле, что завтра я буду сдавать его в сервис, я надеюсь. У меня осталось меньше недели для того, чтобы гарантия не закончилась. У меня появилась проблема с белым пятном на экране и мне говорили, да, отвяжите iPad. И я отвязал iPad. Я теперь не могу пользоваться собственным iPad. Это теперь маленький кирпичик. Привет, друзья. Целую неделю, целую неделю я прожил без iPad и даже не могу себе представить вообще, как это все на самом деле прошло. Это видео хочу позоветить моей любви к данному гаджету. И я совершенно не собираюсь вас убеждать, покупать этот гаджет или не покупать этот гаджет. Это просто, так сказать, моя ода как человека, который на iPad сделал очень многое. И я надеюсь, что еще очень многое сделает. Начну немножечко издалека. Почему, собственно, iPad оказался в сервисном центре? Дело в том, что еще до моей поездки в Японию я обнаружил некое такое противное пятно в районе кнопки домой. Это пятно поначалу мне казалось незаметным, но потом оно стало более назойливым. Пятно вроде бы как такое, как выгоревший пиксел или выбитые пикселы. В общем, с одной стороны ничего страшного, а с другой стороны, ну как-то не очень-то себе и хорошая штука. И если бы это был какой-нибудь там китаец, ноунейм или что-то еще подобное за небольшое количество денег, то, наверное, я бы ему все это дело простил. Но все-таки мы имеем дело с Apple, с передовым устройством, с планшетом, который я очень-очень люблю, фанатом и адептом которого являюсь. Поэтому, принимая во внимание, что у меня еще осталась гарантия, я решил этой гарантией воспользоваться. И столкнулся с некоторыми трудностями, потому что, ну, пандемия как-никак, мы все сидим дома. Уже сейчас, конечно, не так сильно сидим дома. Вот, в общем, сдать сервис. Я очень много раз звонил в службу поддержки Apple, мою проблему зафиксировали. Но из-за того, что я не обращался, по сути дела, то есть дотянул до последнего, я столкнулся с теми проблемами, что меня уже не могли записать через официальный сайт Apple. Мне пришлось это делать самому, и я уже фактически потерял надежду, потому что, блин, 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 мне осталось всего лишь одна неделя до окончания гарантии официальной, а тут вот такая вот шляпа. Но я нашел официальный сервис, я им позвонил. Они организовали курьерскую доставку, причем это мне ничего не стоило. Мне ничего не стоило и замена iPad'а на абсолютно новый такой же, на новый такой же iPad. И все уместилось в неделю. При этом большую часть времени ушла на то, чтобы привезти мне устройство и забрать от меня устройство. Соответственно, блин, я доволен вообще сервисом на 100-500%, потому что все решилось дистанционно. Мне никто ничего не полоскал, меня никто не пытался продинамить. И тьфу-тьфу-тьфу вообще, вот я шикарно. Вот у меня iPad'ик, я с него еще не сорвал даже девственную пленочку. Хотя я это обязательно сделаю, даже несмотря на то, что я хочу как старый. Ну, не настолько старый. В общем, человек старой закалки, хранить пультики в целлофановых пакетиках. Да, знаете, такая вот привычка была раньше. Вот. Ода iPad'а. Ода iPad'а. Блин, почему я, собственно, решил записать этот ролик? Ребята, эмоциональное содержание. Да, вот я сейчас набрасываю статьи о том, введение в мобильную видеографию. Я уже считаю, что я набрался достаточно количества опыта для того, чтобы начать какие-то свои собственные мысли на эту тему высказывать. И на роль фотографа, на как она становится еще не только ролью фотографа, но и видеографа. Как вот это все переплетается. В общем, наверное, будем говорить больше об этом. И iPad является частью вот этой вот замечательной новой вселенной. Вот так получается, что я являюсь своего рода адвокатом дьявола. Буквально год назад я еще даже и не думал о том, что я стану таким заядлым Apple-водом. Но теперь я плотно сижу на этой яблочной игле и, если честно, совершенно не собираюсь с нее слезать. И даже больше скажу, я никого не хочу уже убеждать в том, что это классная вещь, которая может опомогать при построении собственного бренда, собственного бизнеса. Потому что довольно тяжело объяснить, что вкладывая такое большое количество денег, для кого-то могут быть небольшие деньги. Для меня лично это большие деньги, потому что я простой рабочий парень на заводе. Я зарабатываю как среднестатистический россиянин. Вот. Для меня это большие деньги. И я не собираюсь никого убеждать в том, что это вложение денег, оно сразу вам, что называется, откроет все двери. Такие мантры небесные, да, вот всякие вещи упадут на вас, и вы вообще полностью переосмыслите свое миропонимание, мироощущение. Нет. Все-таки, в конце концов, техника Apple, iPad в частности, требует переосмысления внутреннего мира собственного. То есть, понимание того, что это мобильный гаджет, у него есть свои ограничения. И даже несмотря на то, что на 95% Apple, iPad мне заменил компьютер, я не пользуюсь домашним компьютером. Я в крайне редких случаях пользуюсь вот этим вот старым ноутбуком, который у меня остался от еще прошлой жизни уже. Вот на этом ноутбуке, собственно, и происходят мои оставшиеся 5%. И вот когда я лишился iPad, я понял, насколько большую часть моей жизни, точнее, насколько большую роль в моей жизни занимает этот мобильный гаджет. И как я не пытался, например, что-то сделать на iPhone модели SE, я понял, что размер экрана просто заставляет страдать мои глаза, мой мозг. У меня начинает болеть голова, у меня начинает какая-то такая мигрень появляться. В общем, работать на маленьком экране действительно сложно, в отличие от iPad в 10,5 дюймов. И, как я уже сказал, жизни без iPad я не представляю. Та неделя, которую я без него прожил, я понял, что продуктивность просто падает до нуля. Я не могу ничего монтировать, у меня вообще нет нежелания ничего монтировать, писать. А так, за предыдущий год, который прошел, общаясь с этим гаджетом, было написано сотни статей, было выпущено сотни роликов. А в конце концов был выпущен фильм, целый, целый фильм был смонтирован на iPad, документальный фильм длительностью час на iPad в LumaFusion. И это для меня лично откровение. Поэтому, я еще раз говорю, я не собираюсь никого убеждать в том, что этот гаджет прекрасен, и он сможет вашу вселенную, так сказать, заново перевернуть. Потому что, если человек не хочет начинать мыслить иначе, если не хочет мыслить вне шаблонов, если он придерживается какого-то экспертного мнения, а не попытается выбрать какой-то собственный путь, то все эти доводы, которые буду приводить я, будут приводить другие, они будут окажутся абсолютно бесполезными. Но в моем случае, еще раз говорю, я ни разу не пожалел о том, что я прыгнул в это замечательное приключение. И даже сейчас 2020 год, я работаю спокойно на модели, по-моему, 2017 года. Это 10,5-256 гигабайт с клавиатурой. Ну, к слову о клавиатуре, она, конечно, подострепалась, но свою функцию пока еще держит. Прошел, конечно, всего лишь год. Хотелось бы, чтобы прошло немножко больше времени, возможно, два, желательно три года, чтобы можно было судить о том, насколько именно работа на планшете, с точки зрения его надежности, сохранности, его производительности, вот она бы себя проявила. Пока я могу говорить о том, что в течение гарантийного периода мне пришлось обратиться за этой гарантией. И, как я уже сказал, это устройство мне благополучно по гарантии заменили. Вот там сейчас пока еще выкачивается вся моя информация. Ну, черт, надо снять эту пленку уже наконец, в конце концов. Что, я не заслужил, что ли? Вот, как заново, можно сказать, себе планшет и открыл. Новенький. Я хотел дождаться, честно, пленки. Вот. Пока только огромное количество кошачьих волос у меня тут образовалось на планшете. Опа, подсоединили. Как только я приехал из Крыма, и я сказал, все, я больше не смогу монтировать видео ни на чем другом. Я смонтировал видео на iPad, серия крымских приключений. Потом случилась серия приключений в Осетии. И вот финалом моей любви к этому гаджету стало японское приключение. Когда в течение, можно сказать, всего месяца я работал в Японии исключительно с этим гаджетом. То есть, я вел все социальные сети, заливал на YouTube, заливал в Instagram, писал тексты, делал заметки. В общем, что я только с этим устройством... Извиняюсь. Ну, вполне возможно, если есть настроение. Конечно, почему нет? Беленький. Нет, нет, не 5-литровый. Беленькая такая, там осталась бутылька. Давай, давай. Пока-пока. Вот так. Приходится отвлекаться. О, подгружает, подгружает приложение. Продолжает загружаться из-за клауда. Вот, в общем-то, центр моей вселенной сейчас является iPad. А, возможно, из-за того, что когда я понял, что я слишком уязвим с этим центром вселенной, не дай бог, если что-то с ним случится, я вообще просто полностью парализован, как маленький ребенок. Я становлюсь зависимым от всех этих гаджетов, от всех этих технологий. Возможно, мне нужно будет пересмотреть свою концепцию с маленьким телефоном и взять что-то побольше. Я вот сейчас присмотрел 8S, потому что у них есть две камеры и потому что он по деньгам в свое время станет довольно доступным. Я очень хочу, конечно, 11-й, но на 11-й бабок нет. И не созрело еще, чтобы по 70 косарей выкладывать за смартфон. Что касается iPad 10,5 дюймов, буду ли я его менять, или я его не буду менять, могу сказать, что я его пока менять не планирую, потому что размер 10,5 меня всем устраивает. Да, можно заменить на 11-дюймовый размер, это будет еще более суперская вещь. Единственное, что добавил бы, памяти. Памяти 256 гигабайт хватает вот так. Чем больше памяти, тем лучше. Я бы взял модель 512 гигабайт. 512 гигабайт для работы в формате Full HD хватает более чем. Для формата 4К пока еще не знаю. Я с 4К еще только-только начинаю работать. В частности, буду много экспериментировать с Fujifilm XT200, буду экспериментировать с 4К и на мобильном телефоне. Я буду работать на фотостоках через агентство Blackbox. Я еще пока только начал шаги в этом направлении, поэтому на этот счет еще пока ничего сказать не могу. Итак, спустя год. Хотел бы я себе купить ноутбук или нет? В некоторых случаях, наверное, хотел бы. Хотел бы более большой экран, просто для того, чтобы было комфортнее работать. Хотел бы клавиатуру, чтобы было комфортнее печатать. Но, наверное, хотел бы просто немножко больше расширить возможности, потому что иногда, иногда, да, бывают такие специфичные моменты, которые проще решить действительно было бы на полноценном компьютере или ноутбуке. Ну, в частности, в том же LumaFusion есть сейчас замечательная функция, которая позволяет экспортировать видеопроекты в Final Cut Pro или в тот же самый Adobe Premiere. А в этих монтажках визуализировать что-либо в плане титров, переходов, всякие красивости тоже гораздо проще, чем в той же самой LumaFusion. Но я не делаю лучше врагов хорошего в том отношении, что, еще раз хочу для себя лично подчеркнуть, что iPad не ограничивает меня в творческом плане. То есть, iPad не ограничивает меня в техническом плане, не ограничивает в творческом плане. И вот, собственно, те ограничения, которые он накладывает, они могут стать и творческим стимулом. Потому что, чем меньше у тебя функций, тем меньше у тебя ты паришься о чем-либо. И изучаешь тот инструментарий, изучаешь его на все 250% и используешь по максимуму. Да, просто если так подумать, то я совершенно не думал о том, что iPad Pro может стать своего рода центром моей собственной вселенной. Видео монтируется в программе LumaFusion. Я еще купил программу Procreate, но практически с ней не работал. Только так вначале побаловался созданием титров, потом, в принципе, подостыл. Но Google Документы, программа Яндекс.Дзен, все это является моими рабочими инструментами. Облачные хранилища Яндекс.Диск, Клаун, ZFolio, Документ. Все это тоже, что называется, куча мессенджеров, которые приходится иметь для общения с разными клиентами. Кто-то пользуется Viber, кто-то пользуется WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, WeChat. Все это приходится тоже иметь на планшете. И куча разных других приложений, соцсетей, ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер. Продолжать список можно до бесконечности плюс М. И тот факт, что все это помещается в этой маленькой коробке, просто заставляет разум трепетать, мозги кипеть, а душу петь. Вот такая вот аллегория. И даже когда айпада не было, я взял айпад мини, ощутил тоже удобство с ней с работой. Если бы не тот факт, что айпад мини брата был абсолютно забитый, там не было совершенно свободного места для того, чтобы что-то смонтировать свое собственное. Ну вот такое вот, ребят, видео. Если оно вам показалось ни о чемном, то уж простите. Потому что объять необъятное, объять вот эту гору эмоций, которая меня вызывает айпад. Я просто очень хотел его записать именно по следам, пока у меня не было айпада. И я его снова получил. Мне хотелось записать это видео, потому что я очень люблю этот гаджет. Я люблю его брать с собой, он у меня всегда с собой. И когда у тебя отрывают то, чем ты пользуешься постоянно, ты начинаешь его ценить только тогда, когда у тебя его, собственно, отобрали. И вот айпад стал у меня тем самым частью, частью меня, можно сказать, того, что вот не приведи бог, у меня отберут. Поэтому, может быть, надо пересмотреть еще свою концепцию, как я сказал, и разбавить ее смартфоном. Потому что выпадать из игры, ну, как-то совсем не хочется. Вот так вот. Всем спасибо. Наверное, всем пока.